Три года назад на Оллтаймер галереи мы встретили вот такой необычный спорткар. Машина из Ярославля, производится малой серии, минимум веса, максимум мощности, разгоняется как лансер эволюшн. Этой весной на Оллтаймере показали следующую генерацию автомобилей Pegas от того же создателя и выдумщика Вадима Шустрова. Это мелкосерийный кеткар отечественной марки Pegas. То есть от него взято шасси, облегчено максимально и спроектирован, изготовлен оригинальный кузов, стилизованный под ЗАЗ-965. То есть это дрэгстер для заездов на 402 метра. Да-да, эта машина для дрэга. Тот первый красненький Pegas был шоссейный автомобиль с отточенной управляемостью. Желтый кэндикар бескомпромиссно рвется в бой с сильнейшими представителями дрэгового класса FSA. Удельная мощность 260 сил на тонну, текущая масса в районе 400 килограммов при мощности в районе 120 сил. Ну то есть такая достаточно боевитая машинка. При том, что задний привод, центральное расположение двигателя, то есть загружена задняя ось, то есть и моментный мотор турбированный. То есть все слагаемые успеха есть. Именно малый и мощный турбодвигатель с минимумом массы – это залог быстрейшего разгона. Можно сказать, что смешная машинка, напоминающая не то увеличенную детскую игрушку, не то наоборот уменьшенный ЗИЛ-130. Но факт остается фактом – его энерговооруженность потрясающая, несмотря на малюсенький движок. На первых Pegas'ах был заряженный итальятинский двигатель, но пробовали и другие варианты – остановились на подходящем. Мы сначала использовали мотор Хонда мотоциклетный, 1100 кубиков, 170 сил, но у него достаточно слабая моментная характеристика, и мы от него отказались в пользу автомобильного мотора от Аки. То есть в основе Аковский блок, двухуальная головка и турбо. Иные дрэговые машины, конечно, впечатлят сотнями лошадей под капотом, но тут хитрость в другом. За счет массы, сравнимой с микромашинками, Pegas Candy Car обязан быть феноменально быстрым. Как и любой драгстер, ради снижения массы, то есть мы отказались от дверей, и скорлупка целиком откидывается вперед, сзади замочки есть, то есть ты попадаешь, откидывается легко по той причине, что весит 20 небольшим килограммов вся скорлупа. Как говорится, есть еще левши в русских селениях, которые из ничего могут сделать настоящую кэнди – конфетку. Кстати, проектом был крайне заинтересован вот этот дяденька в зеленой куртке. Между прочим, конструктор профессиональных формульных болидов. Кто знает, может Вадима и его Pegasus ждет большое будущее.